Дорогие друзья, сегодня будет последнее видео, посвящённое варианту e4 c6 d4 d5 e5 в защите каракан. И сегодня же мы посмотрим самое основное продолжение за белых, четвёртый ход конь f3. e4 c6 d4 d5 e5 слон f5 конь f3. Солидное продолжение, получившее свою популярность, мне кажется, после партии Гаты Камски, белые не пытаются опровергнуть сразу позицию чёрных, заканчивают развитие, и уже в будущем митинжпили хотят использовать пространственный перевес. Ну, в своё время основным продолжением после e6 слон e2 считалось c5, что ведёт к очень острой позиции с анализами вплоть до сорокового хода. А сам же я хотел вам предложить сыграть достаточно редкую систему, которая на практике почти не применялась, но к её достоинствам я бы отнёс малоизученность, то что она почти не применялась и почти не анализировалась со стороны белых. Также к её плюсам это надёжность, то что у чёрных достаточно лёгкий план игры, они проводят одну и ту же генеральную идею почти на все типовые продолжения игры за белых. Ну и самое главное, что оно даёт вам возможность сразу войти в игру. Что я под этим понимаю, то что вы сразу сможете начать играть эти структуры, получать опыт. Я просто коснусь, какие вообще есть продолжения в этой позиции для просто вашего кругозора, чтобы вы знали. Как я уже сказал ранее, основной ход считался c5. Сегодня это не столь так очевидно, то есть здесь получается очень острая позиция. Конечно, он остаётся одним из основных. Самый принципиальный ход слон е3. Здесь у чёрных есть либо продолжение cd конь d4 конь е7, но оно достаточно всё-таки пассивное. И здесь чёрные, на мой взгляд, в мечтах сделать только ничью. Каких-то побед на хорошем уровне я здесь чёрными что-то не припомню. Ну, есть основной ход ферзь b6, но здесь вся игра связана со взятием пешки на b2, что достаточно всё-таки опасно. Чёрные абсолютно находятся без развития, забирают пешку и надеются, что белым не удастся использовать преимущество в развитии и не наказать чёрных за столь, скажем, откровенно наглую игру. Но пока на практике, скажу так, позиция чёрных держится, но зачастую единственными ходами, и для этого надо сделать не один ход, а, возможно, даже где-то десяток. Поэтому эту схему точно я не рекомендую для тех, кто только начинает играть защиту каракана. Есть спокойная схема конь e7, она многоплановая, здесь вообще эти позиции, они все достаточно многоплановые. Часто бывают перестановки ходов, после 2-0, да, здесь есть отдельно особняком стоит ход c5, тоже достаточно популярный был в своё время, сильные шахматисты снова стали так поигрывать. Возможно, это связано с тем, что белые подзабыли часть анализов, потому что стало это не так часто встречаться на практике, а помнить здесь надо достаточно много. Ну, вторая причина, может быть, чёрные что-то переосмыслили, что-то нашли какие-то новые идеи. Ну, здесь практика покажет. Да, так кстати, замечу, бывает, встречается и такой план, ничего в этом такого нет, пойти слон g6 и на 2-0 пойти конь h6. Владислав Артемьев очень любит эту идею, то есть, ну, зачастую белые просто игнорируют, и ходят конь d2, конь b3, сразу на h6 бить точно не так опасно за чёрных, потому что после жаж всё-таки чёрные могут где-то пойти, слон g7, конь d7, быстро подорвать f6. Конь d2, конь d7, конь b3, если конь f5, то это будет переход к стандартным структурам, а вот если же чёрные уже пойдут слон e7, то здесь уже белые зачастую бьют слон h6, жаж, мне кажется, что при слоне на e7 всё-таки этот тип позиции очень крепкий за чёрных, но всё-таки он в пользу белых. Я вам рекомендую играть с тему чуть-чуть другую, сейчас мы её и посмотрим. Конь d7, ну, пока полезный ход, рокировка, а6. Редкое продолжение, которое я придумал в 2016 году. Ну, идея сделать полезный ход для подготовки продвижения c5, ход а6 вообще в этих структурах, как мы видели, в каракане используется очень часто, он всегда достаточно полезен, чтобы избежать шаха на b5 или выпада где-то коня на b5, в том числе после программного c5, c4, у белых постоянно появляется, если пешки уходят из центра, шах, ферзь d1, a4, чтобы всегда была возможность где-то пойти b5. То есть ход а6 в каракане в 95 процентах случаях будет полезен, поэтому он достаточно часто встречается. Если вы не знаете, какой сделать ход полезный, всегда можно пойти а7, а6, точно пригодится. Чёрные выжидают, в принципе, основная идея, что белые, если играют по стандартному плану конь d2, конь b3, дальше мы уже встречаем c5. Конь d2, белые берут, как я уже говорил раньше, под контроль поля лиги и 4, теперь если чёрные пойдут неаккуратно е7, то белые могут поставить конь h4, да, как мы видим, забрать слона, поэтому мы в любом случае это не будем делать. Чуть вернусь к истории, когда я придумал этот вариант, придумал я его в 2016 году, но тогда мне пришло сразу две идеи за чёрных, то есть пойти либо а6, либо слон g6. Я не мог понять, какая система лучше, я хотел пойти, допустим, слон g6. Мы посмотрим эту партию, сыграл, так, на тоже на гран-при фиде против Дмитрия Яковенко. Конь b3, вот как только конь становится на b3, моя идея была подорвать c5, потому что, замечу, что если, допустим, а6, конь d2, замечу, что здесь c5 играть пока не стоит, потому что мы натолкнёмся на типовую удар c4, и в данной ситуации чёрные ещё не готовы в центре к такому столкновению, поэтому пока так играть не стоит. Поэтому в партии было сыграно слон g6, конь b3, здесь уже на конь b3 я играю c5. dc, теперь типовое взятие слоном на c5, оно встречается очень часто, мы ещё в этом видео сегодня разберём. Так вот, типовой уход слон бьёт c5, чёрного нету времени зачастую бить конём на c5, надо заканчивать развитие, надо побить слон c5 и конь e7. Иногда приходится смириться с тем, что белые съедят чернопольного слона, за это мы получаем быстрое развитие, стабильный центр и комплекс белых полей, в том числе поле е4, полуоткрытую линию c, потому что в случае всё-таки конь c5, послон е3, белый с темпом ещё выводит слона, и поскольку он будет 3а b, но всё-таки у них огромное преимущество развития, они хотят подорвать c4, весь королевский фланг чёрных стоит на месте, это крайне опасно, здесь у белых просто большой перевес. Пятоповый ход, конь бьёт c5, конь бьёт c5. Ну, в этой партии Дмитрий Яковенко сыграл очень логично, он пошёл слон е3, конь d7, тоже достаточно стандартный ход, но идея чёрных просто закончить развитие, пойти конь d7, сделать рокировку, дальше уже по ситуации можно будет походить либо конь f5, либо конь c6, слон сможет пойти на h5, где-то оказывая давление на коня f3 и пешку е5, также размен белопольных слонов в этой структуре нам выгоден, также у чёрных появляется стандартная игра по линии c, это ладья c8, конь может перейти с b6 на c4, пешечке пойти на b5, ну, на мой взгляд, достаточно комфортная игра, конь с d7 также может отправиться на е4, и пешечка е5, она всё-таки достаточно оторвана, где-то будет постоянно нуждаться в защите, если белые не успеют ходом конь d4, f4 её укрепить. Что здесь можно сказать, в партии Дмитрий Яковенко сыграл очень принципиально, он пошёл конь d4 сразу. Если бы он пошёл c2, c4, то после dc, стандартная реакция чёрных, слон c4, конь е7, например, ферзь е2, рокировка ладья в d1, можно было пойти слон h5, хорошая контраигра, использовать линию d здесь очень тяжело, отмечу для вас, что пешка a6 очень удачно стоит, нет никогда хода слон b5. Ну и в целом чёрные готовы всегда использовать поле d5, если белый слон куда-то уйдёт, конь на d5 будет всегда стоять, ну, просто шикарно, ну и плюс, если где-то чёрные уйдут, там, ферзём на e8, да, можно будет всегда, или на c7, если не будет мешать слон е3, можно будет всегда тоже, если удастся перестроиться конь b6, конь d5, это тоже будет к выгоде чёрных. Поэтому Дмитрий Яковенко пошёл принципиально конь d4, предложил пожертвовать пешку, ну, конечно, я могу пойти конь е7, но всё-таки белые пойдут f4, они явно усилят свою позицию по сравнению с тем, что было, поэтому забрал пешку, конь е5, f4, конь c6 отошёл, на конь d7 меня смущал ход слон g4, на конь f6, f5 с отличной компенсацией, в партии было конь c6, c4, здесь уже на f5 я собирался пойти просто слон бьет f5, теперь если конь бьет f5, то еф я потом заканчиваю развитие, конь е7, а если ладь бьет f5, ну, вроде это жертва интересная, но всё-таки, наверное, недостаточно, после е в конь f5 g6 не уравновешивает их материальные потери. В партии было c4, конь g7, cd ферзь d5, конь бьет c6, ну, тут отмечу, что взятие ферзём было не очень хорошо по причине ладья c1, ферзь e4, слон c5, и у чёрных были бы серьёзные проблемы с завершением развития. То есть ладья d8, ферзь e1 сделал трокировку, чёрные, возможно, в этой партии уже бы при ферзях точно не успели. Поэтому я решил поменять ферзей, ферзь d1, ладья d1, и теперь важный ход bc, кстати, достаточно типовой, мы уже в предыдущих видео, если вы помните, встречались с этой идеей, несмотря на пешку c6, чёрные имеют отличное поле для коня d5, которое стабилизирует позицию. Ну, здесь Никоенко пошёл, слон c5, предложил ничью, партия так и закончилась, но в целом у белых достаточная компенсация за пожертвованную пешку, ну, наверное, и не более, то есть, наверное, при правильной игре партия должна завершиться ничью. После партии в этой позиции я заметил, что у белых было усиление, достаточно сильный, нестандартный ход, ферзь d4, и на ладья c8, c4, очень энергично. Здесь мне показалось, что всё-таки чёрным непросто добиться равенства, и основная идея белых, если же мы пойдём, значит, dc, ферзь c4, на конь e7 везде ходить слон g5. То же самое здесь, на конь e7 плюс c4, слон g5 ведёт к некоторому перевесу белых. Вот именно поэтому в будущем я решил, что будет для чёрных полезней начать с h6, а не слон g6. То есть слон g6 я хотел играть, чтобы отходить, как было вот в партии от темпа конь d4, но всё-таки в данном видео я порекомендую начинать с h6, мне кажется, этот ход более гибкий. Поэтому давайте вернёмся к дебютной стадии, h6, конь d2, h6. Ну, теперь основной ход и типовой будет конь b3. Хочу просто немножко остановиться о возможных продолжениях других белых, здесь по-разному белые могут выбирать, хотя я думаю, что подавляющее большинство с вами будет ходить конь b3. То есть это типовой манёвр, который обычно люди, не задумываясь, просто переводят туда коня. Интересно пойти c4 за белых, как альтернатива сразу ударить. Но при пешке на c6 этот удар по центру, он не является столь серьёзным, как если бы сейчас пешка стояла на c5, да, при коне на d2. Здесь мы можем просто заканчивать развитие, конь e7, c5 мы не опасаемся, потому что после сильного хода a5 мы готовим продвижение b6, то есть после хода a5 мы не даём укрепить пешку c5, ну и уже на любой ход мы просто подорвём b6, cb пойдём ферзь бьёт b6 и дальше будем атаковать пешку программным продвижением c5. То есть если нам всё это удастся, мы просто получим лучшую позицию. Поэтому здесь c5 не совсем удачно. Но если белые как-то пытаются заканчивать развитие путём b3, вывести слона на b2, во-первых, можно пойти довольно агрессивно g5, что ведёт к неясной игре, например, слон b2, конь g6, и дальше чёрные располагают возможностью как пойти конь f4, так и g4, h5 где-то начать. Также в наших возможностях будет пойти слон g7 и f6, атаковать пешку e5, то есть это достаточно типовой тоже для защиты каракан приём. Также мы можем пойти на самом деле конь g6, даже вот такой сделать немножко нестандартный ход, но он встречается в этих позициях, так вот оставив здесь слона на f5, конечно, надо быть этим аккуратным. Но довольно конкретный подход, хотим также сразу отправить коня на f4, ну и открываем слона, возможно, нам где-то можно будет его вывести на b4. Например, если белые пойдут g3, то после слона b4, слон b2, f6, у чёрных уже будет отличная игра. Поэтому, наверное, здесь стоит пойти конь e1, такая типовая реакция, когда вот у чёрных расположены так фигуры, белые хотят путём g4 просто поймать слона. Конь f4, слон g4, слон h7, здесь может быть такая немножко странный вариант, но возможно. Конь b1, конь g6, не исключаю, что g5 также является интересным продолжением. Конь g6, f4, конь e7 ведёт к сложной, в принципе, неясной позиции. Может быть, даже можно пойти и конь h4, также слон e3, слон e7. Потом конь перейдёт на f5 и дальше мы уже будем действовать по ситуации. Возможно, также где-то пойдём g5, возможно, будем рассматривать dc, bc, c5 или c5 сразу. Ну, всё будет зависеть, как будут играть белые. Здесь позиция носит сложный, неясный характер. Что ещё могут сделать белые n6? Белые могут сыграть довольно хитро, могут пойти ладья e1. Пока выжидаю, не определяя коня d2, то есть, скажем так, белые пока готовы к прорыву c5, они готовы встретиться c4 при конь d2. Нам этого делать за чёрных не хочется. В случае же, допустим, хода слон g6, может быть, они пойдут конь b3, а может быть, отправят коня на f1. Но в целом, в принципе, белые говорят, что окей. Если чёрные как-то будут развиваться, мы поставим конь f1, конь g3, возможно, поменяем слон d3. Я предлагаю здесь просто пойти конь e7, потому что самое, допустим, интересное, если мы будем выжидать с идеей на конь f1 пойти c5, у белых есть очень сильный ход a3. Белые могут также продолжить выжидать, и уже на c5 всё равно с c4 эти осложнения будут в пользу белых. Предлагаю играть конь e7, конь f1, и здесь сделать такой нестандартный, но, на мой взгляд, очень интересный ход слон e4. Отмечу, что c5 по-прежнему не рекомендую играть за чёрных из-за того, что белый с 30, c4, и конь cf1 может достаточно неплохо подойти на e3 и оказать давление на поле d5. Ну, примерно вариант следующий. Слон e4 cd, слон бьёт d5, конь e3, и позиция белых перспективнее, это уж точно. Всё-таки чёрных, оказывается, недостаток развития слона, мы никак не можем сделать рокировку, достаточно опасная ситуация. Нам уйти пассивнее к слон h7, то после конь g3, c5, c3, ну, всё-таки, на мой взгляд, белые владеют некоторой, хотя, конечно, минимально, но инициативой, например, конь c6, слон d3, весь план, который белые хотели, они продемонстрировали, слон d3, ферзь d3, ферзь b6, и белые могут пока отправить пешку на h4, дальше по ситуации, может быть, заблокируют фланг, может быть, дальше пойдут a3, b4, здесь, конечно, сложная игра, ферзь b5 предлагает размен, ферзей это тоже нормально, но, мне кажется, конкретный подход слон e4 мне нравится больше. Здесь более активная контр-игра, конь g3, конь f5. И, во-первых, в чём ещё плюс сопернику, вы заставляете соперника сразу принимать какие-то конкретные решения, ставите перед ним какие-то конкретные проблемы и проблемы выбора. Бить на e4, бить на f5, не реагировать, это всегда ведёт к потере времени, ну и возможности ошибки. Ну, во-первых, сразу скажем, что взятие на e4 никак не может устроить белых, после de, конь d2, конь e4, конь бьёт d4, конь e4, конь e5, мы просто выигрываем пешку. Взятие на f5, размен этих коней, я думаю, чуть упрощает нашу задачу. Слон бьёт f5, слон d3, слон d3, ферзь d3, c5, c3, слон e7, слон d3, ладья c8. Получается та же позиция, что примерно мы и разбирали, если бы мы играли девятый ход слон h7, но без одной пары коней, что в позициях без пространства, то есть пространство за счёт пешки e5 всё-таки на стороне белых, нам это выгодно, эти размены, теперь мы уже можем пойти два нуля и без коня g3, конь h5, удары на h6 и на g7 нас не будут смущать, это раз. Во-вторых, путём там перевода ферзя на b6, наверное, типовой флан, да, где-то, как я уже говорил, ферзь b5, типовой удары на пешку b2, также не забываем о типичном манёвре конь b8, конь c6, которые очень часто встречаются. Когда позиция закрыта, когда, в принципе, вы сделали все полезные ходы, вы всегда можете воспользоваться простым рецептом, посмотреть на свои фигуры и подумать, как вы можете улучшить, какая фигура стоит не самым оптимальным образом. В данном случае для защиты каракан вообще типовым является, когда конь стоит на d7 и уже выполнил свое предназначение, c6, c5 проведено, мы всегда можем его усилить, перевести на более активную позицию, где с полиция 6, во-первых, он оказывает давление на пешку d4, во-вторых, в случае размены пешек cd, cd всегда имеет возможность выпрыгнуть на b4, на c2, ну и также имеет типовой манёвр конь a5, конь c4. Конь на c6 стоит явно активнее в этих позициях, просто не всегда нам удается его туда сразу поставить. Возвращаясь к позиции после кони f5, у белых есть еще довольно принципиальная такая попытка опровергнуть всю эту систему построения черных, это путем конь h5. Ну что ж, здесь мы встретим это ударом по центру c5, c3, cd. Отмечу для любителей анализа и головоломных продолжений просто возможность g4, g6. Позиция носит, ну абсолютно сложнейший, сложнейший характер, который невозможно посчитать для любителей анализа. Конь f6, например, конь бьютов 6, gf, gf, ef, латя же 8 шаг, король f1, слон d6, ферзь d4, e5, как обычно говорят в этих случаях с необозримыми осложнениями. Ну а если белые все-таки спокойно пойдут c3, это мне кажется, эта реакция тоже вполне возможна. Ну вот здесь мы уже имеем выбор с продолжением, можем пойти c5, опять-таки здесь взятие на e4 нас не должно сильно тревожить, de, конь d2, можем пойти просто cd, конь бьют e4, конь бьют e5, на слон f4, конь g6, сохраняя лишнюю пешку. Поэтому белые, наверное, c5 должны как-то подмениваться слон d3, конь бьют g3. После hg, в принципе, это та же позиция, примерная типовая структура, что была бы и после коней f5, она достаточно надежна и комфортна за черных. Мне представляется интересным здесь ход fg, возможно, за белых, они как-то могут потом в будущем попытаться использовать линию f для атаки на короля. Ну а где-то пешку g отправить как таран для раскрытия тоже короля черных, используя пешку h6 как зацепку. Ну это, конечно, продолжение интересно, но я думаю, что под слон d3, ферзь d3, слон, e7, в принципе, с тем же планом. Рокировка, ладья c8, дальнейший ферзь b6, где-то, возможно, мы здесь уже можем подорвать f6, после взятия e в коне f6 конь может отправиться на e4, используя то, что пешке f2 нет, f3 она никогда не может его сбить. Позиция, на самом деле, очень сложная, я бы не отдал здесь кому-то предпочтение. Поэтому, в принципе, план ладья e1 очень коварен, интересен, но вот моя рекомендация играть очень жестко, слон e4, конь f5, ставить перед белыми конкретные проблемы, пусть они их решают. Ну давайте вернемся к позиции после хода h6. Ну заметь, что, допустим, на c3 мы уже, естественно, хотим пойти c5, поэтому конь b3, c5. Ну здесь уже у белых, в принципе, есть две комфортных реакции, либо это бить на c5, как в большинстве случаев играют в таких структурах, либо c3 поддержать напряжение. Отмечу, что здесь уже c4 при коне на b3 для нас совершенно не опасно, мы просто берем на c4, слон c4, играем b5, слон e2, можем задвинуть c4 с темпом. Ну опять-таки, если конь идет на d2, после конь e7, конь d5, у нас будет просто лучшая позиция. Здесь уже, наверное, белым придется куда-то идти во все тяжкие, пойти d5, cb, d6, попытаться играть на компенсацию. Ну, окей, после b, ладья a2, конь e7, с идеей вывести коня на c6, можем предложить вернуть эту фигуру. Я думаю, что белые максимум чего смогут добиться где-то, если энергичной игрой, уравнять шансы, хотя пока даже после взятия d, слон e7, у них не будет пешки. Прямых путей сразу я не вижу, поэтому, в общем, c4 ход не самым лучшим решением за белых. Ну, кроме хода dc, отмечу, что есть интересный, конечно, путь, путь c3. Его достоинство в том, что белые держат всегда напряжение, оставляют побольше фигур и, наверное, усложняют черным игру с точки зрения плана, да, потому что нету прямого развития, нам надо как-то определяться. cd бить не хочется, мы попадем под темп конь d4, белые лишь усилят свое развитие, c4, конь bd2. Позиция закрылась, планы сторон чуть-чуть поменялись. Ясно, что у нас пространственный перевес на ферзевом фланге за счет пешки c4 и, в принципе, логично представляется накат пешек на ферзевом фланге b5, b4, с идеей создать слабость пешки c3 и дальше ее уже как-то атаковать. Это один из планов. Второй план за счет того, что закрыт центр и пешка c4 показывает наше позиционное превосходство на ферзевом фланге, мы можем не бояться где-то в некоторых вариантах даже уйти в 3-0, потому что на ферзевом фланге позиция черных сильней. План белых здесь достаточно стандартный для всех этих структур, даже в том числе, например, это может встречаться во французской защите. То есть идея белых здесь пойти коней e1, g4, f4 накатить пешки на королевском фланге, перевести коня на g2, скорее он пойдет на e3, но где-то действительно после f5 он может отправиться на f4. Второй конь может уйти на f3. То есть что вы должны понимать, да, какие у белых планы, к чему они стремятся, чтобы, если что, иметь возможность мешать, противопоставить что-то идеям соперника. Ну, здесь есть два пути, ну, наверное, самый простой является b5. Если белые следуют своему типовому плану конь e1, предлагаю сразу без промедления атаковать пешку c3, b4. Типичная реакция атака пешки c3, в дальнейшем где-то мы ее можем подкрепить ходом ферзь a5. Примерный вариант возможен следующий, g4, слон h7, f4, bc, bc, ферзь a5. Атакую пешку c3 мы заставляем белых как-то ее защищать, что достаточно неудобно. Белые не успели до конца вывести свои фигуры, и это не совсем комфортно. То есть слона на b2 ставить совсем как-то не хочется, пусть ладья b8 сразу попадет еще под дополнительный удар, да и в принципе слон на b2 стоит, ну, крайне пассивно, уж совсем его туда не хочется ставить. Если белые попытаются как-то защитить пешку c3 ходом ладья f3, тоже мы видим, насколько это неуклюжая позиция за белых, здесь можно сразу отреагировать h5, очень сильное решение, то есть gh бить совершенно не хочется, сдавая все поля f5, это никак не рассматривается, то есть h3, например, конь h6, ладья g3, защищая пешку на g4, ну, здесь можем пойти hg, hg, сделать сильный ход f6. В принципе здесь поица черных очень хорошая, на конь g2 мы можем уйти даже в 3 0, то есть за счет линии h, за счет где-то вскрытия fe, черные всегда имеют ресурс конь е4, слон е4, как только уйдет белый конь с d2, то есть вот за счет линии h, ну, не знаю, мне кажется, спейсет с достаточно большим количеством ресурсов. Плюс белым надо всегда смотреть, чтобы черные не провели какую-нибудь комбинацию, например, после fe fe, если был бы сейчас ход черных, просто предположим, сделан для конь ход, надо всегда рассматривать возможность такую e5, e5, слон цепет шах, то есть король где-нибудь чтоб не попал под какую-нибудь матовую атаку, то есть это всегда ну плюс-минус надо смотреть, может быть после кони f7, то есть это такой тоже типовой ресурс, имейте его в виду за черных, тоже часто встречается. Ну а если, допустим, белые пойдут во все тяжкие, уже пойдут вперед f5, то возможно решение, но это приводит в совершенно безумном осложнении, после osc3 кc2h5, черные тоже, скажем так, подыгрывают белым, подбрасывают немножечко бензина в огонь, позиция очень сложная, совершенно не ясная, но и также для любителей поанализировать и для любителей красоты, покажу один просто из возможных направления, очень красивых, сложных вариантов. Например, белые могут здесь пойти конь Е4, как говорится, но дальше этот вариант будет, как говорится, ноу-коммент, просто для красоты. Конь Е4, ДЕ, ФЕ, ФЕ, слон Д2, ФЕ, Х3, конь Е3, С3, слон С1, слон А3, отвлекая слона от защиты, Д5, слон БЁЦ1, конь С4, слон Е3, король Х1, конь Ф6. И дальше предсказать развитие событий не представляется возможным, нужен детальный анализ. В принципе, на ход Б5, кроме конь Е1, белые могут пойти аккуратненько А3, пока не давая провести Б4, один из возможных путей, но все-таки замечу, что белые сужают себе выбор, потому что теперь уже подорвать Б3 будет не столь эффективно, а здесь это одна из возможных типовых идей, встречая Б5, Б3, это мы посмотрим после того, как изучим вариант С3. Ну и плюс, в принципе, поля Б3, А4 теперь все-таки принадлежат черным. Если гипотетически представить, что мы перешли в какой-то эндшпиль, поменяли очень много фигур, то иногда в партиях можно встретить такой маневр, то есть его нельзя исключать, что черный король может при случае в глубоком эндшпиль отправиться на Б3 и добраться до белых пешек. Но для этого, конечно, у белых должен остаться какой-нибудь чернопольный слон против белопольного коня, но в целом именно минус стратегических хода А3 где-нибудь когда-нибудь он может сказаться. То есть это надо всегда иметь в голове такой ресурс при переходах каких-то эндшпиля, сможете ли вы прорваться или нет. Но здесь мы, конечно, пойдем, все фигуры на доске и не поменены даже ни одной пешке, поэтому об этом думать, конечно же, пока бессмысленно. Конь Е7, конь Е1, слон H7, выходя из возможных пока темпов Ж4, Ф4, конь Б6, Ж4. Ну тут черных тоже пару возможностей я вам покажу. То есть одна из возможностей, в принципе, просто пойти Ферзь Д7, где-то готовя с одной стороны 3 0, беря под контроль поле Ф5, ну и на конь Ж2 можно встретить белых ходом Ф5. Позиция будет оставаться очень сложной. с разными планами, с разными реакциями. Белые могут пойти Е, могут пойти А, могут пойти К, просто со сложной игрой. Ну а можно также встретить белых ход Ж4, типовой идеей H5. То есть если белые играют H3, то зачастую вскрытие линии H нам полезно. Мы просто включаем в игру ладью. Ну и здесь можно играть по аналогии Ферзь Д7, конь Ж2, 3 0. На Ф5 всегда встречаем Ф6. Скорее этот размен будет выгоден черным. Если этот перчатный центр квадрат уйдет, то король белых все-таки станет достаточно в опасном положении. Потому что рано или поздно сломан выйдет на Д6, ладья по линии H подключится, пуля H2, все-таки белым будет достаточно опасно. Ну а если белые сидят пешку Ж, пока закончит развитие Ферзь Д7, конь Ж2 поставит слона на Ф5, и на конь Е3 пойти Ж6. Вот именно план Ж6, обратите внимание, является типовым приемом. Он очень часто встречается из защиты каракан, это может встречаться из системы, которую мы разбирали в предыдущих видео, третий ход Е5 слон на Ф5, Ж4, когда мы уходим на Д7, тоже потом можем очень часто подрывать H5, слон возвращается, и вот это Ж6, контр-игра, жарство пешки, за счет линии H, за счет короля Ж1, у черных почти всегда достаточная компенсация, и хорошие перспективы атаки на короля. Поэтому ход А3, мне кажется, дает черным большой простор для выбора, продолжений. Ну, отмечу еще, что есть ход Б3, достаточно интересное продолжение, и типовое, то есть белые где-то ходом Б3 нисколько атакуют, сколько пока не дает черным провести самим Б4, чтобы создать слабость С3, БЦ, БЦ и ФРСа5, то есть они так, пока держат напряжение. Пока развиваемся, смотрим на реакцию белых. Давайте здесь разберем два плана, первый план, если белые продолжают играть конь Е1 с идеей, накатывать Ф4, здесь я советую уйти на А7, Ф4, ладья Ц8, полезный ход, присматриваясь к пешке Ц3. Ну, на ход БЦ здесь мы уже можем играть ДЦ. Мне кажется, это очень хорошее решение. Конь пойдет на Д5, будем атаковать пешку Ц3, поле Е3 будет слабое, то есть это белым здесь пока невыгодно, ну, а в случае подрыва А4 можем пока вообще не реагировать, пойти просто конь Ц6, АБ, АБ, БЦ также сыграет ДЦ, на слонах 3, конь Б6, достаточно контр-игрой. Закончим развитие, коня поставим на Д5, потенциально будем иметь где-то прорыв Б4, и пешечка может проскочить на Ц3 и Ц2 при поддержке слона А7, ладья Ц8, эта пешка может принести белым немало хлопот и неприятности, поэтому, в принципе, вот этот план с ДЦ мне здесь нравится. Ну, а если белые выводят слона на 3, достаточно логично, предлагаю пока сделать полезный ход ладья Ц8 и крепить пешку Ц4. В чем может быть идея хода слона 3? Она может быть тактическая, если черные сыграют конь Ц6, ну, в принципе, плановый ход, и мы в будущем его обязательно будем хотеть сделать, то здесь все-таки у них есть интересный тактический ресурс, после слона Ф8, конь Ф8, БЦ, ДЦ пожертвовать слона на Ц4, после БЦ черные не могут защититься от шаха на Д6, белые лишат черных рокировки, и потом путем на движение Ц4, Д5 могут создать опасную атаку в центре. Поэтому пока имеет смысл просто укрепиться, ладья Ц8, ничего белые здесь сильно полезного сделать не могут, например, конь Е1, и уже после конь Ц6, слонов 8, конь Ф8, мы имеем, в принципе, хорошую игру. Дальше мы можем поставить коня на Ж6, перевести его на Е7, ну, допустим, примерный вариант, конь Ц2, можем пойти конь Ж6, конь Е3, конь Ж7 с комфортной позиции. Ну, или на конь Ц2 можем где-то попытаться поставить слон А7, с идеей уже вывести коня на Ж6, и здесь, если белые сыграют с той же идеей пожертвовать на Ц4 слона, что интересно, у нас будет контр-жертва, контр-возражение. Допустим, БЦ, БЦ, можно и ДЦ, слон Ц4, ДЦ, конь БЦ4, есть очень сильное возражение, удар конь бьет Е5. Благодаря ладе Ц8, то, что висит конь на Ц4, у белых нет темпа побить ДЕ, они обязаны бить конем на Е5, после конь Д7 неожиданно выясняется, что черные еще подменивают коня, и за счет активной ладе Ц8 и атаки на Ц3 имеют достаточную компенсацию, то есть пешка Ц3 скорее всего упадет, белому держать ее не удастся, все закончится какими-то тотальными разменами, разменяется все, и, скорее всего, партия закончится в ничье. У нас было продолжение на Ц5-Ц3, если белый держит напряжение. Интересное содержательное продолжение, но, так или иначе, у черных есть свои достаточные контрресурсы, поэтому давайте пойдем дальше, к ходу ДЦ. Мы играем, значит, как я уже говорил, слон бьет Ц5, отмечу, что конь Ц5 и в этой редакции по слону Е3 не может устроить черных, конь Б3, АБ, как мы говорили, с большим преимуществом в развитии. На конь А4 есть хотя бы ход конь БД4 темповой, по слону Ж4-Ц3, конь Б2, Ферзь Б3, скорее всего, черные просто попадут под разгромную атаку. Поэтому слон бьет Ц5, конь Ц5, конь БЦ5. У белых есть два слона, но у черных, как известно, крепкая структура, комплекс полей и достаточно простая игра с планом, что всегда на практике является очень сильным козырем. Большой выбор продолжения у белых в этой позиции. Разберем 4 хода с вами. Давайте по порядку. Если белые сыграют конь Д4, довольно типовые решения бывают часто. Здесь уже белые имеют этот темп, но черные не обязаны убирать слона, они могут просто пойти конь Е7, отдать этого слона. После конь Ф5, конь Ф5, да, белые владеют преимуществом двух слонов, но здесь оно не является каким-то существенным, так как центр закрыт, это раз. А во-вторых, белым слишком активно стоят черные кони, и белым вывести куда-то слона на Д3, мы видим, да, на Д3, на Е3 не особо представляется возможным. То есть конь СФ5, СЦ5 бьют все поля в центре, также контролируют поля Е4, Д4, за счет этого имеют достаточную контр-игру. То есть, а план черных, это просто пойти, рокировка, ладья С8, Б5, начать надвигаться, захватывать пространство на ферзовом фланге. Ну и где-то плюс атаковать пешку Е5, ну хотя бы ходом Ф7. Поэтому, если белые как-то промедлят, сыграют С3, рокировка ладья Е1, то после ладья С8, слона Ф4, Б5, эта позиция уже, я бы сказал, скорее перспективнее у черных, появляются дополнительные возможности атаки пешки Б2, ну идея, такая, я бы сказал, карц Бацка, атаки пешечного меньшинства, ходом А5, Б4, создавая слабость на С3. Слон С4, если белые играют, слон Ж4, мы можем как уйти, конь Е7, слон Е3, ладья С8, в принципе, с достаточной контр-игрой на С3, Б5, так и, в принципе, игнорировать ход слон Ж4, потому что после рокировки слон бьет, Ф5, Е4, Ф3, Ф7, и, в принципе, достаточную контр-игру за счет белых полей, С1, ладья С8, Конь Е4 и так далее. Поэтому, в принципе, ход Конь Д4 и Конь Ф5 для нас не опасен. Если же белые здесь сыграют Ф4, это та же идея, которую мы разбирали, но при пешке H7, слон Ж6, если вы помните, по партии Сейковенко. Здесь уже это не является страшным, мы просто ходим ладья С8. Теперь, если белые сыграют Б3, для черных это не является опасным, Конь Е7, слон А3, Ф5. Но если будет компьютерный ход Ф4, довольно интересное решение, Конь Е7, слон Е3, оказывая давление на коня С5 и пешку Б7, мы просто продолжим Ф7, слон С5, Ф5, и после Ф7 рокировка, несмотря на потерянную пешку, черные имеют очень серьезную компенсацию, белым непросто защитить свой ферзевый фланг, и Ф7 тоже находится немножко в таком уязвимом положении. Например, на Б4 будет просто ФС2, на ладья ФС1 будет очень сильный ход А5, мы увидели пешку из-под боя, и после ФБ5, ФБ7 имеем очень серьезную контр-игру против пешки С2 и Е5. Скорее всего, одна из них просто пойдет, то есть, наш план пойти Конь С6 или Конь Ж6, слон Е4, после чего побить коня на Ф3 и забрать пешку Е5. А в случае же, если белые пойдут, слон бьет А6, последует форсированный вариант, ладья Б8, Б4, ФБ4, ФБ4, ладья Б4, А3, ладья Б2, ну и после Конь Д4, слон бьет С2, черные отыгрывают пешку, на доске какая-то сложная, неясная позиция, то есть, у белых есть какой-то свой козырь в виде пешки А, возможно, она станет сильной, с другой стороны, слабость пешки Е5 никто не отменял, и защищенная проходная пешка Д5 тоже имеет свое веское слово. Поэтому здесь позиция носит неясный характер, где-то черные могут сыграть, отмечу для вас, вообще в этих структурах, типовым венчпеле является ход G5, чтобы создать слабость на Е5, белые не могли подкрепить эту пешку ходом Ф4, а дальше атаковать ее по тем Конь Д6, Е5. Тоже довольно типовое, сильное решение. Но, возвращаясь в позиции после десятого хода черных, у белых есть еще ход С4, является здесь также абсолютно безопасным для черных, после ДС слон С4, Конь Е7, слон Е3, возможен просто размен на Д1 и типовой отход Конь ДС. Позиции черных очень надежно, слабость пешки Е5, а также контроль поля Д5 обеспечивает черным хорошую игру. Например, ладец С1, слон Е4, Конь Д2, С6, контроль поля Д5, сильный слон, белопольный, который работает. Ну и после Ф4, также возможен Конь Ф5, слон Ф2, подрывая пешку Ф4 и обеспечивая давление на пешку Е5. Поэтому лучшее продолжение здесь является, на мой взгляд, это ход слон Е3, ну, логичный темповый ход. И дальше вот возникает интересная позиция. если вы с ней столкнётесь, здесь я вам порекомендую две линии развития событий, дальше вы выберете сами. Одна линия надёжнее, но чуть посевнее, вторая линия принципиальная и требует от белых очень точной игры, я бы сказал, наверное, знаний. То есть если белые не анализировали эту позицию до этого, за доской найти точное продолжение, чтобы поставить проблемы для чёрных. Поэтому если вы играете эту позицию первый раз или там вы уверены, что соперник так глубоко не смотрел или не ожидал, то вы можете, во-первых, смело так играть, во-вторых, в принципе, конечная позиция, мы сейчас её разберём, возможно, она просто держится, ничего страшного в этом нет. Ну, давайте начнём с этого же продолжения. Ладятся 8. На мой взгляд, самая принципиальная. Ладятся 1. Очень сильный ход стороны белых, который ставит наибольшее количество проблем. Если белые здесь пойдут конь d4, возможен такой путь, конь e7, как мы знаем, конь f5, конь f5, мы не опасаемся этого взятия. Ну, а если белые пока просто пойдут a4, скажем, продолжат захватывать пространство на ферзевом фланге, это одна из возможных, тоже линии игры за белых, часто встречаются, чтобы не было хода b5. Ну, наша позиция здесь очень надёжна, мы пойдём, короткая рокировка, a5, слон h7, например, ладья a3, это примерный вариант, конь d7, вызовем f4, пойдём конь f5. После конь f5, слон f5, c3, висела пешка на c2. Ну, здесь мы можем пойти, скажем, слон e4, одна из разновидностей, на слон d4 перевести коня на c6. В принципе, позиция будет сложная, неясная, мы поставим коня на c6, дальше, когда слон уйдёт, скорее всего, у белых на b6, b4, конь c6, слон b6, ферзь d7, ферзь d2, поставим f5. В случае, е, владея f6, мы будем иметь достаточную контур-игру на пешку f4. Самое главное, у нас очень сильный слон на e4. Если белые его поменяют путём слона d3, сразу станет слабый комплекс полей. Если нам представить, что конь c6 перейдёт на c4 или куда-нибудь на d6, то чёрные сразу будут стоять лучше. Поэтому размен слонов для белых тоже очень ответственное будет решение. Но если белые не побьют f, то у чёрных просто очень крепкая, надёжная позиция. То есть непонятно, за счёт слона e4 где-то при случае король h7, ладя g8, g5, мы сможем даже организовать контур-игру на королевском фланге. Если вместо ладья c1 белые пойдут здесь c4, то, как я уже говорил, в подобных позициях мы просто пойдём dc. Несмотря на размен ферзей, ферзь d8, король d8, здесь лишение аркировки не является для нас опасным. Слон бьёт c4, конь d7, ладья c8, конь d7. На ладя fd1 слон g4 завязали. То есть, как мы уже видели раньше, использовать эту связку по линии d практически невозможно. Плюс здесь очень неприятная связка ладьи. Слон завязан. Как только он уйдёт, мы поменяем одну ладью. Соответственно, не будет связки коня d7. И сразу под ударом окажется пешка e5 здесь. Поец и чёрных здесь достаточно комфортно. Поэтому ладья c1 сильнейшее решение. Конь e7, c4. Белые подготовили c4, и теперь на ход dc после размены ферзей на d8 они хотят бить ладьёй на c4. Вот это уже будет немножко неприятно. Поэтому здесь мы сыграем конь d7. И вот здесь о чём я говорил, что если ваш соперник не готовился, глубоко очень не анализировал эту позицию, то, во-первых, для него пойти, на мой взгляд, не совсем очевидный ход ладья c1, такой подготовительный, с иди c4. Ну и, во-вторых, здесь принять очень сильное решение и ответственное решение пойти в ферзь b3, напасть на пешку b7 и быть готовым её съесть, поставить ферзя, ну, такое достаточно опасное положение. Потому что, если белые не сыграют здесь ферзь b3, то у чёрных нет ни единой проблемы. Пост cd конь бьёт d5, конь d4, слон e4 позиция носит равный характер, например, ладья c8, ферзь c8, ферзь d2 рокировка, ладья c1, ферзь b8, f4 ладья c8 с равенством. Если же они пойдут конь d4, то после dc, слон c4, конь e5, прусс, съедим пешку, ферзь a4, ферзь d7, будем стоять с перевесом. Поэтому ферзь b3 важное и сильное решение, короткая рокировка. Ладья fd1 совершенно не опасна для нас. Пост ладья c7, конь d4, слон g6. Держим позицию. Дальше где-то можем пойти даже ферзь c8, то есть на cd всегда конь d5, кешка e5 провисает. Поэтому белые уже тут должны бить на b7. Ладья b8, ферзь бьёт a6, ладья бьёт b2. Тут, конечно, мы уже немножко ушли в дебри. Я думаю, что достаточно даже будет запомнен до этой позиции. Но если же это будет ваше репертуарное и одно из основных продолжений, вы будете играть чёрными защиту каракана на постоянной основе, то, в принципе, можно и углубиться дальше. Чуть-чуть в варианты. Современные шахматы, особенно чем выше уровень, тем анализ таких поицы зачастую только начинается. То есть там 16-й ход, это не время останавливать свой анализ, а время его продолжать. Такие современные тенденции. В случае хода ладья фе1 мы имеем очень сильное продолжение слон е4, конь d2, ферзь а8, что ведёт к хорошей игре. Ну, одно из продолжений, красивый ход, если белые пойдут ферзь d6, замечу, что после c5, ферзь а6, слон а6, слон c2, чёрные имеют отличную игру. А если белые пойдут ферзь d6, то есть тактический ход конь f5, ферзь d7, ладья d8, ферзь c7, ладья c8. Ещё провисает конь на d2, после конь е3, фе, ладья d2, то есть здесь идёт игра на три результата. То есть если белые пойдут ферзь c8, ферзь c8, cd, то после ладья c2 позиция очень сложная и неясная. Примерный вариант. То есть, ну, скорее всего, наверное, закончится в ничью, но чёрные здесь не рискуют. Да, если белые пойдут ферзь а7, то после ферзь а7, слон а7, ладья бьёт d2, а3, g5, то есть чёрные имеют полностью достаточную компенсацию. Например, f3, слон d3, слон d3, ладья d3, cd, ладья а8. Ну и замечу, что эта позиция у чёрных как минимум не хуже за счёт слабости пешки е5, конь h4, конь g6, мы сюда можем перевестись. А вот если, например, просто убрать пешку а3 и оставить эту позицию 4 на 4, то благодаря лучшему расположению пешечной структуры и слабости пешки е5 позиция белых может стать достаточно опасной. Не раз я в своей практике выигрывал эти позиции и видел, мне кажется, Магнус Карлсон выиграл подобные позиции. То есть эти позиции достаточно опасны, и с игрокской точки зрения чёрные имеют прекрасные шансы на победу. Поэтому нельзя сказать, что белые здесь никогда нигде не рискуют. Возвращаясь к ладья b2, белые имеют сильное продолжение. Конь d4, завязан на тонком расчёте. Конь бьёт e5. Наверное, сильнейшее продолжение. Для вас, для любителей вариантов, отмечу, что есть такое продолжение, как ладья бьёт e2, конь e2, слон d3. Ладья f e1, слон бьёт c4, ферса 3, конь e5, что в целом тоже является достаточно интересным. Слон c5, ладья e8. Но, возможно, всё-таки белые имеют некоторый плюс, хотя это, конечно, не обязательно, это надо досматривать, может быть, где-то поглубже посмотреть ншпиль, оценить. По слон e7, ферзь e7, ферзь e7, ладья e7, ладья a1, конь c6. В принципе, чёрные имеют компенсацию, но, наверное, всё же белые могут рассчитывать где-то играть на победу. Поэтому я предлагаю сыграть здесь конь бьёт e5, cd, ферзь бьёт d5. У чёрных не было бы ни единой проблемы, если бы не тактический ход ферзь a3 с двойным ударом на ладью b2 и конь e7. Ферзь b7, конь f5, конь f5, слон a6, важный ход. Опять-таки, от белых требуется тонкий расчёт и конкретик. Ладья a8. Отмечу, что на коне в 3 шах неудачные за король h1 белые не будут брать коня, потому что после gf, ff3 с угрозой конь h4 можно получить мат. Но отпуск к королю h1 у чёрных может всё не срастись и, к сожалению, проиграть они могут. Поэтому ладья a8, слон b7, ладья a3, форсаж продолжается, ладья c8 шах, только благодаря этому ресурсу слон c1 у белых есть шансы какие-то за перевес. Ладья b2, слон b2, слон e4, g6. Вы знаете, объективно говоря, компьютер здесь даёт некоторый перевес. Поскольку всё находится на одном фланге, чёрные имеют фигуру и пешку за ладью, я думаю, что объективная оценка этой позиции это просто ничья. Не удивлюсь, что она не такая уж сложная. Например, на ход ладья b1 я бы просто не менял эту пару ладей, я бы пошёл просто ладья d2. Скажем, на ладья c7, король g7. Я думаю, что здесь, если немножко поанализировать, где-то можно поставить g5, может оказаться, что это просто простая ничья. Поэтому, в принципе, вообще, если у вас есть желание это играть, и вы здесь поанализируете и запомните все эти варианты, то вы можете смело не только играть это на один раз, ну и повторять это раз за разом эту позицию и быть уверенным в том, что усилить за белых здесь достаточно проблематично. Я обещал вам показать второй путь. Возможно, если вам просто надоест играть ладья c8, и вы захотите что-то другое, если у вас там уже будет в базе 10 партий или 15, соперники уже будут совсем готовиться, вам захочется чего-то свежего и нового, то вы можете просто пойти здесь конь d7. Как мы уже знаем, типовый ход отойти просто на конь d4 и пойти конь e7. Это может быть чуточку менее принципиально, но очень крепко и очень надежно. То есть, предположим, f4 рокировка, и самое интересное, что если вы вдруг сами не помните варианты после ладья c8 и не уверены, что вы вспомните все эти продолжения с ладья b8 и ладья b2, тактические нюансы, то также можете всегда иметь ход рукой, где есть план, где не надо много помнить, а конь f5, конь f5 также, на мой взгляд, не является особо опасным, потому что на слон f2 ладья c8, c3 мы вернем коня на c5, ну окей, белые могут пойти g4, здесь все-таки лишний темп, так бы черные где-то уже пошли бы кони e4, не имели бы совсем проблем, g4, конь e7, слон d4, но даже здесь, например, мы можем пойти конь e4, слон d3 и здесь так нестандартно пойти h5. По яйце выглядит, может быть, черных чуть-чуть опасно, но, в принципе, объективно носит неясный характер. Вот пару примерных вариантов. Если f5, конь c6, f6, комбит d4, cd, просто забираем на f6, gh, конь e4, здесь партия, скорее всего, закончится в ничью. После форсированного варианта идет тотальный размен, где-то можем разменять черный ферзин и e4, это будет просто ничья. Ну а если же белые пойдут gh, сидят пешку, то черные получат компенсацию после кони f5, слон f2, f6, eff6, здесь, кстати, достаточно за черных играть комфортно, и даже если где-то белые сидят, там слон e4, df4, e4, мы отыграем на h5 за счет положения короля на g1 и силы коня f5, то есть черные будут иметь всегда позиционную сильную компенсацию. Поэтому, в принципе, конь f5 не сильно нас страшит, ну а если белые пойдут а4, типовой план, как мы уже разбирали, захват пространства, уведем слона на e4, a5, поставим ладец c8, например, c3, коня поставим на f5, конь f5, слон f5, ну что я могу сказать, я могу сказать, что белых, наверное, минимальное преимущество присутствует, но по-игротски позиция черных очень крепка, играть здесь достаточно просто, я не раз видел, как подобную структуру из другого варианта в защите каракана играл белыми, Петр Свидлер против людей, которые уступали мы в классе, это шахматисты, допустим, 2600-2650, и довольно часто ему не удавалось добиться успеха, потому что сила позиции черных в том, что она очень крепка, очень надежна, и игра очень простая, белым надо что-то совсем выдумать, играть очень тонко, чтобы создать какие-то серьезные проблемы, ну а черные могут здесь, допустим, перевести коня на c5, на e4, могут перевести коня на b18-6, ну может быть, такой примерный вариант, до слона до 4 коня на c5, ладья a3, поставим ферзя на e7, просто сдвоим ладьи по ленице, и будем смотреть на белых, ждать, что они придумывают, а придумать им здесь достаточно непросто, то есть, несмотря на то, что у них так все красиво стоит два слона, позиции черных супер надежны, то есть, поэтому эти два плана, эти два хода, я могу с уверенностью рекомендовать, но и в целом, мне кажется, в этом видео мы разобрали, хоть и довольно редкий ход, но мы разобрали его довольно подробно, если вы найдете время, посмотрите это видео, запишите варианты, поанализируйте сами, наиграйте этот план, я думаю, что он будет вам служить верой и правдой на многие партии, поэтому вариант очень надежный, рекомендую его вам, ну и как я уже говорил в начале видео, плюс его несомненно в том, что анализов и партий на эту тему почти нет, то есть, ваш соперник будет постоянно выдумывать что-то за доской, постоянно будет сталкиваться с проблемами выбора, что является несомненно в пользу подготовленной черной стороны. Ну на этом урок номер 9 и вообще обзор наших вариантов с третьим ходом Е5 в защите игрокам подошел к концу, я вас благодарю за внимание, с вами был международный гроссмейстер Александр Рязанцев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА